29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Это одна из самых актуальных медицинских дат. Несмотря на очень большие подвижки в науке, внедрение сверхсовременных методов диагностики и лечения кардиопатологий, смертность от них по-прежнему остается на первом месте среди тысяч других заболеваний человека. Кроме того, многие заболевания сердца, как говорят врачи, молодеют, и число пациентов, увы, растет. На страже здоровья тверичан сегодня стоят высокие технологии, прорывные методы лечения, новейшее оборудование и, главное, специалисты, медики высочайшего класса. В Тверском регионе областная клиническая больница – это передовой медицинский центр с профессионалами мирового уровня. В рамках проекта здравоохранения «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» периодически обновляется материально-техническая база в отделении сердечно-сосудистой хирургии. Здесь проводятся сложнейшие операции, без преувеличения дарящие людям вторую жизнь. Подробнее в сюжете Анастасии Новичковой. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями определена губернатором Игорем Руденей одним из приоритетов здравоохранения региона. В Верхневолчье развивается сеть сосудистых центров. Действует санитарная авиация, позволяющая оперативно доставлять сложных экстренных пациентов из отдаленных территорий в областную клиническую больницу. В этом году отделение сердечно-сосудистой хирургии областной клинической больницы исполнилось 10 лет. За это время врачи выполнили порядка тысячи операций на открытом сердце. Здесь спасают пациентов с ишемической болезнью сердца, клапанным и врожденным пороком сердца, инфарктами миокарда. И это далеко не весь спектр проводимых операций. Клиника оснащена всем необходимым современным оборудованием для проведения диагностики и лечения, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. Но главным богатством являются высокопрофессиональные врачи отделения, которые ежедневно, без преувеличения, совершают чудо. Любая операция на открытом сердце, она уникальна. Почему? Потому что каждый человек индивидуален и по своим особенностям, и психологическим, и анатомическим. Мы все работаем в одной команде, и поэтому, наверное, все сложности, которые могут возникнуть в операционном, мы их просто преодолеваем совместно. Этого пациента зовут Игорь Александрович. Он родом из Ржева. Попал в областную больницу после инсульта головного мозга. Заболевание развивалось малозаметно. Его беспокоили шум в голове и боли в ногах. Подтвердился стонос, то есть сужение сонной артерии больше 70%. Окклюзия, то есть закрыта бедренная артерия на левой ноге. Проводя дальнейшее исследование, врачи обнаружили ишемию миокарда. Одна из артерий, которые питают сердце, была полностью закрыта. И вот ему сделали операцию. Теперь Игорь Александрович ждет реабилитация. И подобные сложные случаи в отделении сердечно-сосудистой хирургии не редкость. Но, как отметил заведующий отделением Алексей Анохин, врачи проводят здесь весь спектр кардиохирургических операций и справляются с ними профессионально и с индивидуальным подходом. Вы видите эксклюзивные кадры прямо из операционной, где в день сердца команда медиков провела операцию 57-летней пациентки с врожденным пороком сердца. В ходе одного из обследований врачами был выявлен дефект межпредсердной перегородки, в результате чего женщина страдала приступами одышки. Операция на открытом сердце прошла успешно. Впереди у пациентки процесс реабилитации и восстановления. А накануне врачи провели сложнейшую операцию на сердце молодого мужчины. Он попал в отделение с тяжелой стенокардии. Из-за особенностей организма провести стандартную операцию врачи не могли. Было принято решение о проведении аортно-коронарного шунтирования. Все прошло в штатном режиме. Сейчас пациент в реанимации. Сегодня-завтра он вернется в обычную палату, рассказал Алексей Анохин. В рамках проекта здравоохранения борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями планируется закупка аппарата искусственного кровообращения и интероперационные рентгеновские системы, которые называются сидуги. Профессионализм врачей вкупе с высокотехнологичным оборудованием ежегодно продлевает и спасает жизни тысячи тверичан. Субтитры создавал DimaTorzok